Теперь передо мной трудная задача, сеньор Реварес. Хотя вы человек жестокий, ни перед чем не останавливающийся, и все же ответьте мне, что бы вы сделали на моем месте? Я все решил бы сам, не стал бы перекладывать ответственность на других, и вы еще говорите о жестокости. Вы будьте добры подписать свой собственный смертный приговор, ибо мое нежное сердце не позволяет мне этого сделать. Это ли не пытка? Что вы смотрите на меня? Дайте свой согласие! Идите! Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять, или повесить меня, или изжарить живьем! Успокойтесь. И правда же я не думал свою ответственность возлагать на вас. Ваша ноша и без того слишком тяжела. Ни одно живое существо не упрекнет меня в этом. Это ложь! О епископство! О епископство! Об этом вы забыли. Если хочешь, Артур, я откажусь. Замолчите! Простите, пожалуйста. Я должен уйти. Я не совсем здоров. Неужели вы падре? Только нет. Все, что хочешь, Господи, только не это. Если я не схожу с ума... Падре, неужели вы так и не поймете, что я не утону? Ах, дух! Ух, Эля, ты вернулся к мне! Воскрес из мертвых! Воскрес из мертвых! Вескопство! Воскрес из мертвых! Ты вернулся, вернулся, наконец. Да, и вы должны быть вместе со мной. Или убить меня. Почему все это теперь? Мы нашли друг друга. Бедный мой мальчик, как ты изменился? Артур, неужели это ты? Я так часто видел тебя во сне. Неужели меня мучает все тот же сон? Даю убедиться, что это правда. Расскажи мне все. Все было очень просто. Я спрятался на торговом судне и зайцем приплыл в Южную Америку. А там? Там. Там я жил, если это можно назвать жизнью. Бадре. Я вас тоже часто видел во сне. Я любил вас когда-то, но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Неужели вы не понимаете, что пока вы верите в вашего Бога, мы можем быть только врагами? Артур, как же мне не веровать в него? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как откажусь от нее теперь, когда ты возвращен мне Иисусом? Ведь я был уверен, что убил тебя. Это вам еще предстоит сделать. Артур! Падре. Будем честными до конца. Мы стоим над глубокой пропастью. Если вы не можете, или не хотите отречься от всего этого, то вам придется дать свое согласие полковнику. Согласие? Боже мой согласие. Но ведь я люблю тебя. Кого вы любите больше? Меня или вот это? Артур, жалься над мной хоть немного. А много ли жалости было у вас ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом негров на сахарных плантациях? Шутом в цирке! Вы вздрогнули. Говорите, любите меня? Дорого мне обошлась ваша любовь. Неужели вы думаете, что, обласкав, можете превратить меня в прежнего Артура? Меня, которого топтали ногами, пытали, оплевывали... А теперь вы говорите о своей любви. Велика ли она, ваша любовь? Отречетесь ли вы ради нее от вашего Бога? Что сделал Он для вас? Что выстрадал ради вас? За что вы любите Его больше, чем меня? За пробитые гвоздями руки. Так посмотрите на мои. И на вот это посмотрите. И на вот это! Падре, не верьте Его ранам. Не верьте, что Он страдал. Это все ложь. Ваше сердце по праву должно принадлежать мне. Нет таких мук, каких бы я не испытал. И если бы вы только знали, что я пережил. Пять лет. Год за годом меня распинали. И я, как и ваш Бог, воскрес. Но если вы любите Его, будьте с Ним. Прошлого изменить нельзя. Если вы любите меня, снимите с шеи крест. И пойдемте со мной. Мои друзья готовят мне побег. И в ваших силах помочь мне. Когда же мы будем по ту сторону границы, вы публично признаете меня сыном. И если же в вас недостаточно любви ко мне. И если этот деревянный кумир вам дороже, чем я, тогда вступайте к полковнику. Но убирайтесь сейчас же. Избавьте меня от муки видеть вас. мне и так тяжело. хорошо, я снесусь с твоими друзьями, но и идти с тобой мне нельзя, я священник. От священника я не прошу милости. не надо подробольше сделок совестью. Довольны их с меня. Довольны последствия, к которым они ведут. вы откажетесь либо от сана, либо от меня. Как мне отказаться от тебя, Артур? Как мне отказаться от тебя? Тогда откажитесь от него. Артур! Артур! неужели ты хочешь довести меня до безумия? Да сделайте же свой выбор, наконец! Смотри. Я верил в вас, как в Бога, а вы мне лгали всю жизнь. во что значит 19 лет. Артур! Я не могу сделать все, что ты требуешь от меня. То, что в моих силах я сделаю. Я устрою твой побег. А когда ты будешь в безопасности, за мной произойдет несчастный случай, Горак. или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Что я вам сделал, что вы так думаете обо мне? Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь? Падре. Пойдемте с нами. Что у вас общего с ними? Они прах ушедших веков. Падре. Я всегда убил вас. Всегда. Неужели вы еще раз убьете меня? Господи, смелуюсь на тобой. Артур, у тебя те же глаза, что у твоей матери. Скажи мне что-нибудь. Подай мне хоть какую-нибудь надежду. Нет. Жизнь дана мне только для борьбы с поработителями и церковью. Господи, ты слышишь? Громче зовите. Может, он спит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok